Происходящее в мире побуждает и поощряет нас к тому, что названо первоистоком. Это вопросы, для чего я живу, куда я иду, какова цель моего бытия. Всемогущий Бог, многократно и многообразно обращающийся и говоривший к человеку, что я единожды проговорил к человеку в лице Сына Своего, Иисуса Христа, вашего и моего Господа и Спасителя, этот же Бог продолжает говорить и сегодня. И хорошая новость заключается в том, друзья мои, что Бог не молчит. Он говорит через обстоятельства, он говорит через аномалии, он говорит через потрясения. И он обращается к человеку, это его голос. Мудрый и разумный человек, коим мы, я верю, и вы являетесь, он обращает внимание на этот голос. И он отличает прекрасно, анализируя происходящее, он отличает Божий голос от всех других голосов. Не является ли для нас сегодня предостережением неба то, что происходит практически на всех континентах. Бог говорит через политические, социальные, экономические, всевозможные аспекты нашего человеческого общежития. Бог говорит. В этом и есть хорошая новость. Хуже, если бы Бог молчал. Друзья, обращение к вам, чтобы мы фокус нашей жизни, центр нашей жизни перевели на то, что архиважно, на то, что очень важно и неприходящее, непроходящее для нашей жизни. независимо, через что вы проходите или я прохожу, независимо, через что проходит общество, в котором мы живем, частью которого мы являемся, мы прекрасно знаем, что наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И в наших приоритетах мы соизмеряем измеряем и расставляем все наши точки над этим «и». Все это пройдет. Пусть будет все восстановлено. Пусть все будет то, что Богом запланировано, завершено. Пройдете вы ваши испытания. Я пройду, может быть, свои трудности. Кто-то пройдет свои долины. Но Бог контролирует. Бог все во всем и все над всем. Поэтому этим ободряющим словами, этим ободряющим словом надежды я просто благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Нам нет причин для отчаяния, у нас нет причин для расстройства. Почему? Мы знаем, в кого мы уверовали. И на этом мы стоим. Нашим фундаментом является не экономика, нашим фундаментом является не гарантии, которые нам дают, что все будет хорошо. Фундамент, на котором мы с вами стоим, это незыблемое, вечно живое Евангелие Иисуса Христа. И мне и вам Он сказал, что ничего происходящее в мире, не отлучит нас от любви нашего Господа. Поэтому да благословит Бог вас. Молимся о том, чтобы ваши семьи были защищены, ваши дома были защищены. Всегда молимся о том, чтобы Его покров, Его покровительство, Его защита, Его ограда, она постоянно была на ваших семьях, на ваших детях, на ваших родителях. Даже некогда дьявол заметил и поставил в упрек Богу. Не ты ли оградил Его, говоря о праведном Иеве, не ты ли оградил Его со всех сторон? Мы с вами ограждены, мы с вами ограждены. И этот невидимый оградан, этот, говоря простым языком, этот забор, это то, что Бог воздвиг для нашего же блага. Поэтому будьте благословенны, любите Господа, ищите Господа, пребывайте в Боге. Обращаюсь к тем, которые не знают Бога, возможно, на пути к Богу. Есть и таковые, которые постоянно с нами встречаются, встречаетесь. Для вас такая искренная рекомендация, искреннее обращение. Не это ли время для вас, для того, чтобы вы начали искать подлинное, настоящее, ту цель жизни, ради которой стоит жить? При слышании этого слова начните читать Библию. Если у вас нет этой Святой Книги Библии, на любом из континентов, те, которые принимаете это обращение, этот голос сегодня, это видео, этот сигнал, сделаем как подарок. Позвоните, напишите, на наш сайт выйдите, дайте ваш, как подарок сделаем. Просто благословим вас этим словом. Словом под названием Библия. Это книга всех книг. Там все ответы на все вопросы, без исключения. И на то, что происходит сегодня в мире, и на то, что будет завтра происходить, на то, что будет происходить в следующей декаде, возможно. То, что было в прошлом, там сплошная истина. Поэтому будьте благословены. Желаю вам Божьих благословений, обилием Божьей благодати. Пусть все у вас будет хорошо во имя Иисуса Христа. Аминь.